Снегопад, который не стал сюрпризом. К интенсивным осадкам городские службы приготовились заранее. На расчистку дорог направили несколько сотен техники – 540 за две смены. Вручную с них чистили 393 человека. Работали комбинированные машины, рассыпали реагенты и плужно-щеточное оборудование, которое расчищало проезжую часть. За сутки израсходовали более 300 тонн бионорда и свыше 120 тонн песчано-соляной смеси. Все согласно скорректированным нормам. Особое внимание уделили дорогам, по которым следует общественный транспорт, а также территориям возле социальных и лечебных учреждений. Особое внимание было уделено обеспечению проезда в период снегопада к больницам с задействием лечения больных коронавирусных инфекций. Все эти больницы держались на контроле. В течение дня дорожными службами производилась очистка проездов к данным учреждениям для того, чтобы могли бы соврепятственно подъезжать по карету скорой помощи, либо подвозить необходимые лекарства и оборудования. В итоге расчистили подъездные пути к 13 госпиталям, в которых лечатся больные ковид. Сбоев в подвозе лекарства и кислорода не допустили. Повышенное внимание уделили и подъездным путям ко всем станциям скорой помощи. Единственная сложность, с которой столкнулись припаркованные автомобили во дворах, возле контейнерных площадок и на обочинах проезжей части. Городские службы благоустройства призывают граждан во время уборки снега переставлять свои автомобили, но уже очищенные участки дорог, чтобы не мешать работе техники. Валентин Якунин, житель 23-го дома по улице Советской Армии, на время уборки переставил свою машину, поэтому и чистотой своего двора доволен. И дворники хорошо почистили, и трактор хорошо почистил. Ответственных жителей в период снегопада оказалось много, отмечают в МБУ Советский. Борьба со стихией объединила дорожных рабочих и автомобилистов. Выходили, убирали машины. Некоторые помогали, принимали участие активно. Кто-то подключался к обзвону своих соседей и знакомых, чтобы люди вышли и убрали свои автомобили. Зона ответственности администрации внутри городских районов, внутри квартальные, а также незакрепленные территории. А во дворах работу дворников организуют управляющие компании ЖСК и ТСЖ. В этот раз работали с 6 утра и до позднего вечера. Ну, снегопад еще не закончился сегодня, но мы с утра с техникой. Дворники все у нас работают, все на рабочих местах. Видите, уж рабочий день давно закончился, мы еще работаем. Оценили труд коммунальщиков и жителей двора в Советском районе. Чисто вот здесь все кругом, и у нас очень хороший дворник. А так у нас все время приезжает трактор, когда вот снегопад сильный приходит, и выбирает, вывозит, снег вывозится. Даже появившийся, словно из сказки, Дед Мороз в шутку заметил, что ходить по расчищенным дворам, а не по лесным тропинкам, гораздо удобнее. Ребята, вам большое спасибо за расчищенные дороги. Да, но сани по ним не ездят мои. Им нужен снег. За минувший выходной с улиц Самары вывезли более 6,5 тысяч тонн снега. Все работы продолжатся и на этой неделе. В ближайшее время ожидается похолодание, и серьезных осадков не прогнозируют. Природа дает городским службам карт-бланш на то, чтобы к праздникам привести город в идеальное состояние. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События.